66-я статья «Болезни позвоночника и их последствия». Меня зовут Гаврилян Алексей. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. Сегодня со мной Юлия Фаридовна, наш врач, которая даст нам комментарии к такой сложной статье, вот как 66-я, потому что очень много всего непонятного простому человеку, и без врача разобраться крайне сложно. Поэтому, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы обязательно пишите их в комментариях, либо оставляйте заявку на сайте под этим видео, есть в описании наш сайт, и сможете проконсультироваться уже непосредственно с врачом, если ваш вопрос достаточно серьезный и гадать не хочется. Подходит что-то, не подходит, вы всегда сможете этот вопрос задать. Так, ну а сейчас тогда пойдем по порядку, и я буду Юле задавать вопросы, потому что понимаю, что непонятного здесь много, и у вас будет возможность разобраться. Итак, что же у нас такое, в принципе, 66-я статья, как нам ее понимать? 66-я статья, это болезни позвоночника. Как мы все знаем, да, наверное, даже не надо быть врачом, чтобы узнать, что основная болезнь позвоночника – это остеохондроз. Остеохондроз – это дегенеративные дистрофические изменения в позвоночнике. Что такое дегенерация? Дегенерация – это изменение, скажем так, форм тела позвонков, а дистрофия – это, соответственно, нарушение питания. Но нарушение питания – это что? Это когда, например, появились какие-то дегенеративные изменения, скажем так, в самих позвонках и в тканях около позвонков, то там, естественно, начинают страдать сосуды, нервы, и, соответственно, кровь, которая плохо поступает к тем или иным структурам позвонка, она не доносит тех самых питательных веществ, и наступает дистрофия, так называемая, то есть истончение тканей позвонков и околопозвонковых тканей. Понятно. Вот у нас в данной статье есть целых 5 пунктов, и предусмотрены категории годности от B3 до категории D, то есть отгоден с незначительными ограничениями и прям до полного списания негоден совсем. И сейчас мы как раз по пунктам уже разберем, то есть вот что у нас относится к пункту А – болезни позвоночника с серьезными нарушениями функций. Да, со значительными нарушениями функций, скажем так, да. Ну и здесь, конечно, очень серьезное заболевание, то есть человека можно считать инвалидом. Перечисляются здесь, в принципе, написано вроде как по-русски, но для того, чтобы понимать, да, вот, например, инфекционный спондилит с частыми 3 и более раза в год обострения. Что такое спондилит? Спондилит – это, скажем так, последствия воспалительных каких-то процессов в организме человека, ну, например, инфекции, передающиеся половым путем. Человек переболел такими заболеваниями, не вылечился до конца, он перешел в хронический процесс и распространился на, скажем так, позвоночный столбик. То есть это некоторые воспалительные процессы? Последствия, скажем так, воспалительных процессов в организме. Допустим, туберкулезом человек болел, до конца не вылечился или даже он лечился, но вот у него такое осложнение, что у него родился спондилит, скажем так, да. Ну, это уже надо врач непосредственно, конечно. Ну, конечно, там, плюс анализы. Невролог, конечно, этим занимается невролог, но, естественно, он будет консультироваться и с инфекционистами, и с ортопедами, и с хирургами. То есть здесь нейрохирурги, здесь подключается много специалистов, скажем так. Хорошо, давайте. Дальше уже пример, да. Спондилолистез – это непосредственно смещение тел позвонков, если так вот говорить по-русски, это смещение тел позвонков. То есть относительно друг друга. Относительно, скажем так, вот этой центральной оси, тела позвонков смещаются, соответственно, они начинают сдавливать структуру, непосредственно спинной мозг, да, который идет посередине, и отсюда начинаются различные проблемы. Здесь вот даже, в принципе, написано, смещение больше половины поперечного диаметра, это же понятно. Ну, да. То есть относительно середины, с постоянно выраженным болевым синдромом и нестабильностью позвоночника. То есть, естественно, когда в каких-то органах и системах нарушается у нас, скажем так, изначальное положение, первое, что у нас возникает, это боль, первый сигнал, да, то есть очень выраженный болевой синдром. А вот нестабильность – это что такое? Нестабильность тел позвонков – это когда при обследовании пациента, он обследуется в разных проекциях, для уже стоя, там, боковые проекции, у него не изменяется положение тел позвонков. Если оно не изменилось – это стабильное положение тел позвонков. Если же оно изменилось – это нестабильность. Нестабильность. Так, давайте тогда пойдем дальше. Будем разбирать, будем, в основном, непонятные слова. То есть мы здесь не говорим, как поступать в такую ситуацию, а просто, чтобы вам было проще понимать данную статью. Следующий у нас идет тут деформирующий спондилез. Да, вот на примере, спондилолистец мы разобрали, да, деформирующий спондилез – это, скажем так, дегенеративные изменения в дисках позвоночника, да, это хрящевая ткань. Вот спондилез – это дегенеративные изменения. Вот у нас есть здесь еще несколько картинок. Давайте, у нас, я думаю, как раз на эту тему есть… Иллюстрация, да? Где можно наглядно показать. Ну, по крайней мере, показать, что такое диски. Да. Да. Вот у нас международные диски. Они имеют хрящевую структуру, и, как мы уже до этого говорили, дегенерация – это изменение формы того или иного органа или части органа. И вот здесь, как мы видим, диски имеют хрящевую структуру. И, например, они меняют свою структуру в зависимости от того, сдавливаются они или позвонки смещаются относительно друг друга, относительно оси. Соответственно, диск, так как он более мягкая структура, он, естественно, будет подвергаться дегенеративным изменениям. Так вот, спондилез – это дегенеративное изменение вот этого самого хрящевого диска. Ну, вот на этой картинке достаточно наглядно видно все, про то, что там написано. Да, здесь мы уже это разобрали. Дальше, да, какие у нас непонятные тут идут моменты, которые могут возникнуть вопросы. Ну, вот, например, давайте вот зачитаем прям вот этот вот такой момент. Деформирующий спондилез остеохондрол шейного отдела позвоночника при наличии нестабильности деформирующий спондилез остеохондрола грудного и пластичного отдела позвоночника сопровождаются глубокие пара- и тетра-парезы. Да? То есть пара-парез – это снижение силы в двух конечностях. Тетра-парез – это снижение силы мышц и верхних и нижних конечностях. То есть руки и ноги… Да, это снижение силы мышц, скажем так. И вот давайте как раз грудные сразу отделы позвоночника, да? То есть покажем, что вот они, вот тоже есть картинка, есть шейный отдел. Да, это вот, если вот здесь возникает более ограничение движения, то это остеохондрол шейного отдела позвоночника. Соответственно, в грудном отделе, когда возникает более ограничение движения, это грудной остеохондрол и поясничная вот локализация здесь у нас находится. В принципе, это все, наверное, понимают, но на всякий случай иллюстрация помогает более для себя, как, скажем так, уяснить. Вот, и, скажем так, когда, например, возникает… Здесь уже вот, мы сейчас уже поняли, да, что мы читаем вот этот пункт «А», здесь практически человек, у него уже инвалидность. Ну вот, например, когда тетра-парез, когда снижение силы в мышцах верхних и нижних конечностей, осложнения могут дойти до того, что даже ослабевают свинкстеры, скажем так, иначе как основные, ну, то есть свинкстеры, мы знаем, где они расположены, это анальное отверстие, это у нас мочи-спускательный канал, да, там свинкстеры есть, и даже они могут ослабевать, если, например, у нас есть поражение в поясничном отделе, например. То есть до такой степени могут быть осложнения. В общем, позвоночник – это серьезный. Да, это очень серьезный. Вот. И, скажем так, дальше вот идут, допустим, с нарушением функции свинкстера, с синдромом бокового амиотрофического склероза. Амиотрофический склероз – это так называемая болезнь Шарко, это разрушение двигательных нейронов, то есть это, скажем так, разрушение клеток головного мозга, когда, ну, скажем так, перестает мозг контролировать движение мышц. Ну, скажем так, слабо опять мышцы. Ну, да, то есть мы сейчас именно переводим на такой более простой язык, то есть, конечно, для врачей там все более… Для врачей это раз амиотрофический склероз. Обширно написано. А здесь я вам просто вот объясняю, что это, скажем так, очень сильно мышцы начинают быть такими высушенными, да, и слабыми. Ну, давайте пойдем дальше. Например, также полиомиелитическим, да, это атрофия мышц в нижних конечностях, полиомиелит, вот так вот говорить. Дальше, каудальный, сосудистый, капрессионный синдром. Каудальный, чтобы вы понимали, переводится с латыни как хвостовая часть позвоночника. Вот. И еще по-другому называется конский хвост, да, и находится в самом конце позвоночника, так как у нас самый непосредственный спинной мозг, он короче, чем позвоночный столб, то там уже появляются как бы так называемые, вот в этом хвостовом отсеке, корешки. И вот так называемый корешковый синдром его по-другому называют. Вот. Ну, естественно, вы поняли, что это в пояснице, да, вот, и начинают страдать, ну, скажем так, тазовые органы, вот, и ноги непосредственно, да, то есть когда у нас поражается каудальный, когда у нас есть каудальный синдром. Вот. Сосудистый синдром, это в основном чаще всего все-таки касается, скажем так, шейного отдела, то есть развиваются головные боли, развиваются боли в шейном отделе позвоночника, где пережимаются сосуды, то есть вот основной магистральный, вот такие вот крупные сосуды, то есть это боль, снижение чувствительности, слабость мышц, снижение рефлексов, вот, и в зависимости от того, какой корешок поражен, то возникает тот или иной синдром. Понятно. Да, и, например, компрессионный. Компрессионный, это, в принципе, тоже всем наверняка понятное выражение, это когда сдавливание идет тех или иных корешков. Но я не уверен, что все правильно понимают, что такое компрессионное, то это вы говорите, что сдавливание. Да, это сдавливание, да, тех или иных корешков, то есть в месте выхода, скажем так, из ствола, да, того или иного корешка, где он будет в ширином отделе, в грудном отделе, в поясничном отделе, возникают те или иные симптомы. Дальше, что у нас здесь идет, ну и, соответственно, здесь написано дальше, возникают выраженные болевые синдромы, да, статодинамические нарушения. То есть надо понимать, что статика, нарушение статической функции, это нарушение формы позвонка, а нарушение динамики, это нарушение, ну, это, понятно, движения, возможность совершать те или иные движения в полном объеме. Теперь, я думаю, понятнее, чтобы не возникало разночтение. И нарушение статодинамических нарушений, да, после длительного не менее трех месяцев в год лечения социальных условий без стойкого клинического эффекта. То есть мы сейчас с вами зачитали их. Да, то есть смотрите, мы сейчас дальше не будем идти так подробно, то есть мы разберем ключевые вещи, если у вас возникают вопросы какие-то, что вот у вас встретилось что-то незнакомое, и вам непонятно, что с этим делать, просто лучше задайте вопрос, и мы сможем на ваш вопрос ответить. Именно врач разберет вашу ситуацию, потому что в 66-й статей действительно очень много нюансов. То есть ее даже прочитать сложно, не то чтобы не разобраться, вот, им надо понимать, что смотреть. Потому что спина болит у многих, куда это здесь отнести? Наверняка куда-то можно, а вот куда непонятно часто. И, естественно, отвечать на вопросы будет намного легче, а вот, скажем так, давать комментарий по этой статье не уложится ни в 10, ни в 15 минут. Да, поэтому мы сейчас пройдем дальше достаточно коротко, разберем ключевые моменты, наверное, которые чаще возникают, именно с чем мы сталкиваемся. Давайте пойдем к пункту Б, потому что, как я говорю, если ваше заболевание подходит под пункт А, наверняка вы все-таки про это знаете, и вас и так в армии не призовут. Поэтому пойдем дальше. Пункт Б, это у нас уже категория В, то есть здесь уже ограничено ходим, и, ну, с этим также военный билет, поэтому для вас подходящий... Сейчас нам нужна вот картинка, где есть кейфузы, лордозы. Так, да, давайте ее откроем. Вот у нас есть еще картинка, которая покажет, что же за заболевание, какие нарушения. Даже тут не то, чтобы заболевание, а здесь обратите внимание на то, как у человека, где расположен лордоз, где у него расположен кейфуз, это физиологическое искорение позвоночника, когда уже можно у человека увидеть сутулость, и когда у него нужно уже увидеть сколиоз. То есть в норме, да, вы видите, у нас есть физиологические... Ну, лордоз это над поясницей, да, изгиб получается, ну и так далее. Вот, и, соответственно, вы видите, сутулость, это когда у человека в виде горба уже искривляется спина, да, и сколиоз, это когда у него вправо или влево искривлен позвоночник под определенным углом. И вот есть, естественно, степени сколиоза, первая, вторая, третья. Ну, сейчас дальше мы это как раз... То есть это важно, потому что дальше в статье много именно про это. Начинаем, да, к пункту B относится остеохондропатии позвоночника, ну, чтобы вы понимали, остеохондропатия, это, в принципе, то же самое, что и остеохондроз. И мы уже сказали, что это такое, да, кепоза, структурные, неструктурные сколиозы третьей степени. Там у нас про углы сколиоза ниже, по-моему, в статье должно быть, да? То есть, к какой степени... Да, 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 да. Там именно, если брать по градусам, то там у нас, да... Сейчас мы посмотрим, даже, наверное, сразу пролистаем. Да, вот у нас в конце степень сколиоза клеляется аллентгеном. Третья степень – это 26-50 градусов. То есть сколиоз первой степени – это от 1 до 10 градусов искривление, сколиоз второй степени – это от 11 до 20 градусов искривление. И сколиоз, соответственно, третьей степени – это, конечно же, у нас более 25 градусов искривление позвоночника. И, конечно же, непризывным диагнозом считается нефиксированный, скажем так, сколиоз, начиная с второй степени, только если там присоединяется заболевание тазобедренных суставов, потому что это уже повлияло... А нефиксированный – что значит нефиксированный? Это, еще раз повторюсь, фиксированный – это сколиоз, когда при, скажем так, рентгенологическом исследовании у пациента лёжа и стоя положение позвонков не меняет своего, скажем так, первичного положения. Это вот и есть. То есть, скажем так, фиксированный сколиоз, он считается призывным у нас диагнозом. Фиксированный сколиоз. Но в этих градусах, да? Да. Ну, то есть, вот, например, вот у нас есть сколиоз второй степени, нефиксированный с поражением тазобедренных суставов. Это будет непризывной диагноз. А сколиоз третьей степени, без поражения, допустим, тазобедренных суставов, это уже сам по себе непризывной диагноз. Ну, хорошо. То есть, скажем так, искривление позвоночника более 25 градусов. Давайте дальше по статье. С умеренной деформацией грудной клетки дыхать на недостаточном второй степени по реинструктивному типу, да? Умеренная деформация грудной клетки. Вы уже видели сейчас в данной иллюстрации, что когда позвоночник искривляется в бок, то есть там, соответственно, естественно, под него подстраивается весь, скажем так, наш остов, да, человека, опорно-двигательный аппарат. И, естественно, идет искривление грудной клетки. Это начинает задевать органы, которые расположены в грудной клетке. Это сердце, это легкие. Вот. И может развиться какие-то сердечные заболевания, могут развиться и заболевания дыхательной системы. Здесь написано по рестрективному типу. Да, по рестрективному типу. То есть, это когда в данном случае имеется в виду уменьшилась объем площадь легкого. То есть, в связи с... формации, да, естественно, позвоночник начинает поддавливать, да, и все, что там сместилось, то он начинает поддавливать, но легкое, оно уменьшается в своих объемах и начинается с дыхательной недостаточностью по рестрективному типу. Здесь вот об этом говорится. То есть, человек, когда приходит жаловаться, ну, кроме того, что на боли в грудной клетке, да, непонятно, откуда взявшаяся, то есть, надо будет еще врачам установить причину этих болей, это может быть что угодно, он еще жаловается на одышку, скажем так. Ну да, то есть, казалось бы, это может быть не связано, но в данном случае связано. Да, в данном случае связано. Кашель даже не может появиться и так далее. Инфекционный спондилит с редкими один-два раза, да, это мы уже с вами говорили, спондилит, это последствия переболевания какими-то инфекционными заболеваниями. Да, поэтому давайте здесь проходим дальше, здесь один-два раза в год, я думаю, это понятно. То есть, я, в принципе, сейчас самые непонятные слова мы здесь найдем, сейчас мы дойдем давайте до пункта, вот пункт Б мы коротко просмотрели, пункт В, вот пункт В это все еще категория В, то есть, это еще не призывная степень, поэтому вам надо обращать внимание, что все, что будет уже ниже, это уже будет все призывное и вам по большому счету без разницы. С точки зрения призыва в армии, да, есть это у вас или нет, вас срок призовут, только с ограничением по роду войск. Ну вот Алексей, пожалуйста, вот вы, допустим, пункт В, вы прочитаете, что вам непонятно? я сам не врач и могу с вашей стороны спросить. Вот к пункту В у нас относится фиксированная предвлеченность клея не позвоночника, сопровождающаяся ротацией позвонков, ротация тут, в принципе, тут указано, что это такое, это сколиоз, это сколиоз, остеохондропатический кифоз, там тоже далее написано на всем. Это, в принципе, мы все уже сейчас разбираем. Ограниченный деформирующий спондилез, поражение трех тел позвонков и межпозвонковый остеохондроз. Ну, с этим тоже мы совсем уже с вами разобрались. Также неудаленные металлоконструкции после операции по поводу заболеваний позвоночника при отказе или невозможности их удаления. то есть, если у вас после каких-то травм остались металлоконструкции, их невозможно удалить, соответственно, это тоже будет подходить. А если все-таки они в перспективе должны быть удалены, то вам будут давать острочки. Ну да, то есть, военный билет вы не получите и эту статью, видимо, не поставят. Будет у вас другая статья. Далее у нас вот что значит, клинические проявления? Часто такое возник. Клинические проявления это когда у пациента появляются жалобы. Уже не раз я тут упоминала, первая самая жалоба это боль. Дальше пошли в жалобы такие более специфические в зависимости от того, непосредственно какой отдел позвоночника поражен. Да, если, например, это на шейный отдел позвоночника, то там начинают головные боли, кончая невозможностью поворота или наклона головы, это очень сильное, скажем так, напряжение в шейных мышцах и, соответственно, отсюда тоже различные проблемы, вплоть до нарушения глотания или даже речи может развиться, если есть шейный отдел позвоночника, нарушен. Допустим, в грудном отделе мы до этого уже говорили, там может быть нарушение дыхания и боли, и сердце может начать как-то работать не совсем правильно. Соответственно, поясничное отдел это органы малого таза, когда там идет нарушение, то есть это у нас и суставы начинают страдать от того, что они нагрузку по-другому уже несут и питание у них уже идет по-другому, иннервация, потому что нарушена. и начинают мышцы скуднеть, скажем так, в своем объеме. Они начинают более дистрофичными. То есть вот это есть клинические проявления. То есть человек жалуется на боль, ограничение движений, он не может долго стоять, он не может долго... В общем, это какие-либо жалобы с вашей стороны, которые будут фиксированы уже врачами. И соответственно, это первая диагностика врачом, когда он делает ваш осмотр и опрос, а дальше он уже вам назначает какие-то диагностические что не просто болит, а это уже подтверждено как-то врачом, что это вследствие. Да, это их клинические проявления. То есть естественно, пост осмотр он будет вам различные ставить различные позы, говорить наклонись, повернись, подними руку, опусти, и так далее, и так далее, чтобы увидеть те самые клинические нарушения. Как у нас определяется остеохондроз и сколиоз? Какими исследованиями? Эринген? Еще что-то? Первое, самое первое, конечно же, это эринген. Эринген, это в принципе более или менее информативное, скажем так, инструментальное обследование, которое вам покажет нарушение костных структур. Но не более того. То есть дальше, конечно, идут более глубоко бодные обследования, это сейчас современные МСКТ, это МРТ, МСКТ это что? Это компьютерная томография, и МРТ, это 13-го компьютерная томография. и там уже будут видны поражения пищевых и мягких тканей, то есть насколько глубоко процесс ушел. Это наиболее информативное. Естественно, узкие специалисты, это, как я уже говорила, отопед, невролог, травматолог, нейрохирурги, могут быть даже задействованы при консультации при данном дубливании. Ну, в общем, ребят, очень-очень здесь много всего, я думаю, что мы по каким-то таким ключевым понятиям прошлись, дальше в тексте все, в тексте статьи основан уже на этих понятиях, да, просто там разной степени, и где их взять, естественно, где ваших медицинских документов, да? Да. Если у вас их нет, то необходимо пройти обследование, чтобы у вас появились. Ну, и я уверен, что если у вас есть проблемы со спиной, то у вас есть вопросы, скорее всего. Поэтому вы их лучше задавайте, есть ссылка под этим видео в описании, оставляйте заявку, и именно врач Юлия Форидовна или другой врач вас проконсультирует обязательно, чтобы у вас не возникало сомнений. Есть у вас право для применения данной статьи, или может быть это признак какой-то другого заболевания, которое относится не к 66-й статье, а к какой-то другой статье. Мало ли. Не занимайтесь. Вы не то, что самолечение, вы самодиагностик. Собственное трактование. Да, собственно, трактование в данном случае. Вот. В данном видео, я думаю, мы вам какую-то основную суть рассказали. Если вопросы возникают, вы их задавайте. И оставайтесь с нами на нашем канале. Если еще не нажали колокольчик, обязательно нажимайте, потому что для вас еще будет снято много видео по разным статьям расписания болезней. Их у нас еще предостаточно, этих статей. И много видео уже снято на самом деле. Если вы их не посмотрели, то посмотрите, возможно, там есть что-то про вас. Ну и пишите в комментариях вопросы и какие другие статьи вам интересны. Чем больше будет комментариев по запросах на другие статьи, тем быстрее они выйдут. На этом все, наверное. Юля, есть еще что-то сказать? Просто мне хотелось бы сказать, что с нами будет и увереннее, и интереснее, и веселее, поэтому оставайтесь с нами всегда, и мы ответим вам на любой вопрос. Все. Всем счастливо. С вами был Ангулян Алексей, Юлия Фридовна, Служба защиты призывников. Пока. Служба. 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 Продолжение следует...